Вот ключики от машины. Она где-то там припаркована. Путешествие! Фернция! Мы едем в Францию. Мы будем учиться фотографировать. Нам Сергей дает свою фототехнику, свою машинку и будет сопровождать нас дистанционно обучать нас фотографировать. Мы будем этим делиться и будем учиться фотографировать вместе. Все, да? Все, давай, угнали, звони. Алло, Сергей, привет. 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 Что там у тебя плещется? Это океан? Да, я рядом с тобой. А мы рядышком, тоже рядом с океаном и рядом с твоей студией. Подскажи, пожалуйста, когда можно будет взять у тебя технику? Ирина, тебе надо срочно? Мы послезавтра собираемся уже в путь. Супер. Да, все, тогда через 12 минут мы будем. Все, все, до встречи. Хоп-хоп-хоп. Привет, привет. Присаживайтесь. Ну что? Еще раз, что вы там надумали? Мы решили покататься по миру. Мы решили научиться деграссировать. Мы отправляемся во Францию и будем сжечь. Нам нужна твоя машина, твоя техника и твои советики. Хорошо. Так, ладно, по технике. Я вам уже сумочку собрал маленькую. Фотоаппарат, несколько объективов, зарядка в боковом кармане. Ничего не буду объяснять, сейчас вы все равно не запомните, будете звонить. У нас только что блондинками назвал. Ну, вы, в общем-то, не особо-то и барнетки. Отлично, а ключики, от ключики? Ключики от машинки. Вот ключики от машины. Она где-то там припаркована. Где-то там? Под окном. Мы найдем. Да, увидим. Мы не ошибаемся. Не переживай, она хорошо будет, честное слово. Она все равно застрахована, так что я вообще не парюсь. Застухи. Валя, Валя, бери сумку, Валя. Все, спасибо, спасибо за связи. Теперь будем часты. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Вот ключики от машины. Она где-то там припаркована. Как она поместится? Я вижу, как твоя слюна набирается. Вот это ты воду поставила? Ну, вообще надо на лицо посадить. Хочешь на лицо посадить? Я сажала на лицо, только у меня были другие улитки. Африканские, да, большие. А лицо? Это можно просто съесть. А еще я знаю, что улитки, они реагируют, и они узнают своих хозяев. Привет! Да. Африканские, наверное, в камеру смотрят, позируют. Идеальная модель. Молчит, не выпендривается, жрет немного. Ну что, листик в день там. Самый момент, когда модель для съемок плавно становится твоим ужином. Мы должны их ошпарить с кипяточком. Лучше бы мы собирали улиток. И не надо было сейчас вот думать, как ехать здесь в этот магазин. По запаху еды просто движемся. По запаху улиток. А это магазин кто? Да. Бархусси мы с тобой найдем сейчас. Ээээ, у тебя есть волшебные евро. Сейчас надо поискать волшебные евро. Господи, езжу в машине, не знаю, как из нее выбраться. Вообще кошмарка будет. Боже, нафиг этот дождь, нафиг эту погоду. Франция. 35 градусов. Какие тут 35 градусов? Короче, вот. Суешь вот в эту штуку вот эту песуху. Евро. Или, ну как говорят наши 2 рубля, московские. Ну и типа 2 рубля тут сканает точно. Четыре кусочка ветчины стоит 3,5 евро. В общем, тут сэндвичи не поешь. Если бы дешевле в Макдональдсе пожрать, чем купить себе упаковку ветчины. То есть, трогать нельзя. Четыре кусочка. Вообще ни в коем случае. Ты не сырой? Нет, но я один раз потрогала и после этого в магазине сделали... Без тебя на метрике. Да ладно. Она говорит, что тут французова как-то на меня орет. Она что-то... А, на, 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 на. Я не параллел французов. Что тут у меня хоть... Он говорит, нельзя. Don't touch. Please. Please, умоляю тебя. Don't touch. Да? Да. И вот, наверху, вот, вот. Так, а какую модель? 7... Не, мы за 7 возьмем. Мы за 7 возьмем 2, а тут, смотри, 12, на. А какой объем? Здесь 200 грамм. А здесь 200. У нас в бамбуке их можно собрать и продать. И оставить жизнь наку. У нас их можно в бамбуке их собрать и сожрать. У нас в бамбуке их очень много. Но не много. Я думаю, хватит до конца поездки. Под улиточку. Вот при нашла. Смотри, за 2 93. Вот такой кусок. Большой. Он стоит 2 93. Ты... Тут 500 грамм. Чего? Теперь можно вот туда сходить. Это самая интересная часть нашего путешествия. По деревянам можно что-то сыграть. Свост. Вот она. Да. Офигеть, за что 45 евро. Почему мы не делали так в магазине? А где наша машина? Мне кажется, сейчас... Можно аккуратнее? Вот ключики от машины. Она где-то там припаркована. У тебя есть интернет? Да. Заправка. Крутые мамочки. Да, ты что-то говорила. Я нашел крутые мамочки. Крутые мамочки в Провансе. Никак не хочет искать. Может быть, надо... Заправка. Заправка. Месье, заправка, плиз. Ну, почему? Почему? Почему ты меня в моноскопе... Может быть, ну, я заправку и пойду на пикник? Оля, ты можешь? О, да-да-да-да-да. Мы здесь заправляемся, все. А там на окошке теперь... Боже, твою мать. Она прям здесь ударила. Пойдем? Мы заправляем на... Да, когда будет около 50, да, ты остановись. Все, 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 все. 33 литра. Нет, мы не можем уехать. А теперь за улиткой. Варить, варить и жарить улиток, бедных несчастных. А где мы варить их вообще будем? Мне надо сначала кипяточком залить. Ты же хотел кипяточком залить. И Федора нашего, бедного. Да, Федора, между прочим, там. Федора, мы заберем с собой. На пикник? Да. Мы очень долго ехали и нашли прекрасное место. Это Франция. Это французские леса. Пойдем. Она меня привела вот сюда. Понимаете? Привела меня в лес. Какой-то не самый лучший. Здесь все очень колючее. Выходим из этого суперместа и едем дальше. Это слишком локшери для нас. Подожди, а там вообще кто-то холодильник похоронил? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока я парковалась, ты убежала. Что? Какая ты быстрая, горная лань. Нашла уже место. Место где парковать жопу. Кто-то паркует машину, а кто-то жопу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интимные моментики. О, там так круто. Здесь так красиво я перестаю. Я не могу опять дышать. А так просто надо подальше чуть-чуть, да? Потому что крюки на минимум, чтобы не мешать. Мусорник просто. Приехали на пикнику. Хватит ныть. Сидела в своем Москве. Я старая женщина. Ой, там рыбка плещется. Прикинь, там форелька спрыгнует. Ой, какой... Ой, форелька плещется. Все так плохо. Куда мы приехали? Иди с нас и делай. Ты знаешь, как эту хрень собирать? Я вообще... Вот я такие вещи даже в руки не беру. И сейчас со мной головой не будешь, в конце концов, я сейчас тебе рыбу головой руками поймаю. Я, в принципе, даже двери не открываю. Я сейчас все соберу. Я даже не хочу слышать эти крики. Я не открываю себе ни двери, ни в машину, ни в магазины, ни бутылки, ни крышки. Ничего. Ты что, добралась за инструкцией? Как ее прикрутить? А, она не прикручивается. Она поставила. С первого раза екать. Ой, газ. Сейчас вылетим. Стой, фигад. Все? Мне нужно, чтобы кто-то прикрыл его. А их не надо промывать? Нет, их промывать не надо. Они живут. Тихо, тихо. Я обалдею с местных туристов. Это просто нечто. Они приезжают и засирают всю Европу. А потом мы говорим, что Европа это... Сумай, рука. Вода как? У нас водичка уже... Закипела? Закипела. Давай сделаем. Она уже кипит. Постепенно. О, как ее позакидывать? В одной? Нужно наших малышей, но нет. Ну, я думаю, вот так. Аф! Я ем сырое масло с размороженных улиток. Отлично. Я чувствую этот запах. А запах-то какой. О, да. Там еще холодненькое. Я никогда не ела улиток. Много перца. Сольца, наверное, хватает. Сидят, сидят, перчики. Хочешь, чтобы я съела это? Да. И вот эту штучку. С этой штучкой попробую. Ммм, потрясающий вкус. Сейчас будет уделать язву. Вот ключики от машины. Она где-то там припаркована. Ух ты! Сперва надо обязательно включить фотоаппарат. Я что-то крутанула. Слушай, там знаешь, что это самое? По-моему, можно как-то вернуть, типа, предыдущие настройки. Я начала, а ты доломала. Я-то при чем-то. Короче, ладно, пойдем сядем уже, вещи разберем немножечко. Блин, что там накрутил-то? Так, что у нас тут получается? Мне кажется, я что-то подкрутила. Да это мы еще там поняли, что ты что-то покрутил. Что через этим делать-то будешь? И получилось что-то не то. Я точно знаю, что у нас стоит формат JPEG. И это неправильный формат. Это не то, что нам нужно, потому что с ним мы не сможем работать и ничего обработать толком. Потому что он очень сильно сжимает фотографию. Есть еще формат TIFF, но он занимает столько места и очень много. И его используют в полиграфии. Мы с тобой будем где-то в полиграфии печатать наши снимки? Я бы не отказалась напечатать себя на большом постере, повесить над кроватью какой-нибудь там. Вау. Но если они весят дофига, то... Они весят больше, чем в формате RAV. А это именно тот формат, который нам нужен. Потому что он так и называется сырой. Он как пластилин с фотографией. Можно делать все, что угодно. Поэтому мы ставим его. Вот он у нас. RAV-чик стоит. Ага. Супер. А это что такое у тебя? У тебя что, две флешки что ли в этом фотике стоит? Да, здесь стоит две карты. И, кстати, вот здесь мы тоже можем выставлять формат, который нам нужен с помощью колесика и удерживая Куэлли кнопочку. Смотри, мы можем выставлять даже вот так. RAV, первая карта, вторая у нас копирует фотографии в JPEG. Но нам же не нужно, правильно? В смысле, он одновременно и туда, и туда делает? Да, в двух картах просто разных форматах. Я думаю, мы с тобой поставим одну карту и поставим RAV. Конечно, лучше больше карточек сделать. Место для больших фотографий, чем с копиями. Вот еще интересного. А что такое это цветовое пространство? Вот оно, вот это цветовое пространство. Наверное, Adobe может быть RGB? Мы же работать будем с тобой все-таки в Adobe Photoshop. Насколько я знаю, что нужно из RGB, но я не уверена. Мне кажется, из RGB у нас с тобой мнение разошлись. Наконец-то начался конфликт. Наши мнения разошлись. Мое кунг-фу лучше, чем твое кунг-фу, да? Может быть, мы позвоним нашему сенсею, нашему Сергею? Нашему сенсею Сергею? Он разрешит наши споры? Наши баталии по поводу цветового пространства. Давай позвоним, да? Да, вот так, чтобы нас типа обеих было видно. Алло? Алло, привет. Привет, Сергей. Да, привет. Слушай, мы тут все-таки, ну как мы, кое-кто, кое-кто мы. В общем, у нас сбились все настроечки фотоаппарата. Мы сейчас хотим это все заново настроить. Мы уже поставили, чтобы кадры у нас сохранялись в RAW файле. Вот. Далее мы зашли до цветового пространства. Немножечко у нас получился такой конфликт интересов. Что нужно там ставить? Adobe RGB или sRGB? Вот что это такое? Хороша ложка к обеду. Каждое из озвученных табу пространств нужно использовать исходя из поставленной задачи. Больший охват цветов в себя включает пространство Adobe RGB. sRGB меньше. Некоторые горе-специалисты фотографии, руководствуясь концептом, что размер имеет значение, в своих фотокамерах устанавливают Adobe RGB пространство. Не понимая, что с ним дальше делать и в каких случаях можно его использовать. Маленький пример. Практически все мониторы поддерживают пространство sRGB. И тот снимок, который вы сделали в Adobe RGB гамме, вы не сможете корректно увидеть на своем мониторе. Для тиражирования тоже вариантов особых не остается. Большинство устройств понимает sRGB гамму только. Что касается цвета, профилей, стандартов, у меня есть два занятия отдельных на канале. Если кому-то интересно, можете посмотреть. Вот здесь где-то по ссылке. Лично у меня установлена sRGB гамма. Надо поменять на sRGB. Давай это все здесь сниму сразу. Я была права. Это мы поменяли. Это мы поменяли, ало, мы с ИСО разговариваем с Сергеем. Так, теперь у нас с ИСО. Какое нам выставить нужно? 800 же, правильно? А с чего это ты решила, что именно 800? Почему-то я так думаю. Мой совет. Установите минимальную чувствительность для конкретных условий съемки. Чем выше значение ИСО, тем больше шума. Ну вот как сейчас, например. А вам советую просто попробовать. Спасибо, Сергей. Спасибо большое, Сергей. Мы будем сейчас пробовать это все делать. Если что, мы вам позвоним минут через две. Господи, я не знаю, что мы сейчас опять накрутим, навертим. Но я не знаю. Но я предлагаю пробовать. Не терять ни минуты. Не будем терять ни минуты. Пошли пробовать. Да, 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 да. Вот так. Как ты сейчас стояла. Да, 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 да. И немножко на меня. Да, 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 да. Супер. Да. Ага. Так, теперь у нас ИСО. 800. Так, да, руку немножко, немножко дотронься до лица. Инна, давай, давай немножко развернись. Ага. Очень классно. Так, Инночка, смотри. Когда я выставляла ИСО 800, у тебя на личке какое-то зерно. Я не понимаю, какое. То ли это пшено, то ли кускус, то ли гречиха рассыпанная. У меня ячмень. У меня ячмень. Ну, шумно. И цветопередача хуже. А на фотке? Когда я минимальное выставляла, этого ничего нет, но фотографии темные в любом случае. Они все темные. Мне не нравится. А что мы тогда не доделали? Вот это вопрос. Ну, понятно, что ИСО надо ставить минимальное, потому что, ну, при максимальном, при 800 оно зерно. В общем, я поняла, что, одно поняла, что мы сейчас опять звоним Сергею. Да, да. Привет, Сергей. Тун-ту-рун. Да. В общем, мы попробовали. Поняли, что нужно делать ИСО маленькое. Но фотки-то все равно темные. Чего нам делать с этим? У нас как-то что-то не получается. Да. Нам нужен твой совет. Вы в каком режиме фотографировали? А, так, режим. В смысле? Вот это, да. У нас стоит С. У нас С стоит, да. Сейчас покажу. Вот. Вот, видно? Понятно. А вам известно, что такое экспозиция? Ну... Экспозиция – это соотношение чувствительности, диафрагмы и выдержки. Чувствительность в большинстве автоаппаратов обозначается как ИСО. ИСО – это стандарт светочувствительности с корнями, так сказать, из фотопленочного периода. Выдержка – это время, на которое открывается затвор фотокамеры, и свет попадает на фотопленку или матрицу. Диафрагма. Лепестки, контролирующие количество света, попадающего на фотоматериал или матрицу, располагаются обычно между линз объектива. Нажмите и удерживайте кнопку модуль. Вращением колеса установите режим М. Вот. Хорошо, что М – это размер... Это не размер с С на М. С на М. А это ручной режим, а не размер одежды. Теперь установите чувствительность ИСО 100. На 100. Это опять вот это вот 100, как у нас было, мы пробовали с тобой. Направь фотокамеру в сторону предполагаемого места съемки. Произведи полнажатия на кнопку спуска и покажи мне значение на верхнем дисплее. Ага. Ближе, чуть-чуть ближе. Отлично. Хорошо. Поменяйте выдержку на одну и 64-ую секунду. Какую выдержку? Вот это нажимаешь, нажимаешь чуть-чуть, нет, чуть-чуть и крутишь. Вот, да, вот это. А диафрагму установите на 2,8. Это переднее колесико, то же самое, только переднее колесико. А, 2,8. Вот, готово, поставили. Ну и теперь сфотографируй. Потрясающий пейзаж. А сейчас поменяйте значение диафрагмы на 9. Хиты в другую сторону. 9, дальше что? Выдержку на одну и 60-ую секунду. Хорошо, крути. Крути. Вот это вверх, вверх. И повтори предыдущий кадр. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. А теперь сравните два крайних кадра между собой. Тебе его показывали? Нет, мне не надо показывать, я так догадываюсь. Ой, вниз нажми тут. Ой. Ты выдержку диафрагмы мы меняли, но разница между фотографиями я не вижу. Разница на самом деле очевидна. Если присмотреться повнимательнее, то на первом снимке объектов, которые находятся в фокусе, гораздо меньше. Это так называемая глубина резкости. Но об этом мы сейчас не будем говорить как-нибудь в другой раз. А по общей освещенности они практически одинаковые. Когда я его называл значение выдержки и диафрагмы, то ориентировался на показатели экспонометра. Экспонометр — это прибор, который измеряет количество света. И он встроен в вашу, точнее, в мою фотокамеру. И для простоты использования сразу реагирует на внесенные изменения в диафрагме или скорости срабатывания затвора. А если изменить ИСУ, это же тоже будет влиять на скорость затвора и диафрагму? Ну, естественно. Когда вы меняете одно значение, то другие или другое тоже изменится. Так что продолжайте упражняться и как можно больше экспериментируйте. Поняли, будем экспериментировать. Это мы любим. Спасибо большое, Сережа. Мы пойдем снимать. Спасибо. Пока-пока. Пока. Слушай. Вот ключики от машины. Она где-то там припаркована. Слушай. У меня знаешь, что есть с собой? Что есть? Длинная плац. Боже. Я залезу в воду. Я думала, будет очень красиво. Давай пробовать. Пойдем, 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 пойдем. Пилотер. Я пойду переоденусь. Будет такая красотка. На фоне каких-нибудь пещерок. Что она переоденется? Почему-то она постоянно переодевается, раздевается. Модница. Просто издевается. Я буду подсматривать за модницей. Есть какие-то люди? Где люди? Вообще никого нет. Мы выбрали очень уединенное местечко. С кем там разговариваешь? Я разговариваю сама с собой. Мы выбрали уединенное местечко, чтобы нас никто не заметил, никто не увидел. И мы здесь смогли спокойно поэкспериментировать с экспозициями, с диафрагмами, все эти умные вещи, все эти умные словечки, которые я скоро обязательно запомню. И буду где-нибудь умничать, и даже смогу научить кого-нибудь. О-о-о! И ты туда, да? В таком. И ты туда, в таком красивом платье. Такие мы, девочки, любим мы быть красивыми на фотографиях. И не только. Ну что? Давай, готово. Что ты снимаешь? Что ты точно снимаешь? Экстремалка. Как водичка? Холодная. Холодная? Боже, она на самом деле очень холодная. Именно экстремальная девушка. Все, я побежала за фотоаппаратом? Да. Все. Сначала побежала за фотоаппаратом. Инна, давай немножко развернись. Да, и ты очень вписываешься в него в своем платье. Мне очень нравится. Ты как лесная нимфа. Так. Давай еще. Изобрази что-нибудь. Ага. Так. Супер. Да, 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 да. Вот так. Как ты сейчас стояла? Да, 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 да. Ага. Так, Инночка, давай. Немножко сделай мне чувственные губки. Да, посмотри на меня. Ага, ты вон туда что? Ну-ка сделай еще лимфодренаж. Ну-ка еще лимфодренаж. Сейчас чувствую, что она уйдет. Это нимфа. Платье просто идеально подходит. Не смотреть холодно на тебя. Ты не смотри. А ты тут опять в воду пошла. Инна калека. А я везде калечусь просто. Она сейчас на ровном месте взяла и пальцем убилась так, что отмискли в глаз посыпались. Проголодалась? Да. Уже улитки давно. Уже улитки давно. Как будто бы и не было. У тебя действительно губы синие. Серьезно. Это винишко. Не надо так снимать. Это винишко. Если бы в детстве такое срабатывало, тихо, вылезай из воды, уже все губы синие. Ты говоришь, это сволочеведник. А вид, вид это, конечно, красивый, да. Да, ты вот, блин, ну сама посмотри вот это вообще. Если вы досмотрели до этого момента, то напишите, пожалуйста, в комментарии, что вы думаете. Потому что я сейчас нахожусь в процессе монтажа и могу что-то либо удлинить, либо наоборот обрезать. Ну а для тех, кто хочет принять участие в съемках моего следующего обучающего цикла, который будет посвящен аналитику и фотографии, все будет написано внизу. Заходите и читайте. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok